Сегодня у нас 18 сентября 2015 года. Мы находимся на плотине, возле храма. Кита, подожди, я что-то не понял. Ты зачем так вот долбишь? Ударил ее? С какой целью ты это делаешь? Почему ты не так? Вот смотри, вот мне надо долбить, это понятно, как? Понял? Вот, движение. Алексей Стаханов, кто такой был? Шахтер известный. Шахтер. Сколько Норман дал? Пять, по-моему. 140. Там, считаешь, голова кругом идет. Конечно, подготовка была то-другое. Почему? У него глаз наметанный, он одну щелочку маленькую видит в угле, он туда именно и втыкает отбойный молоток. Куда надо? Это такой артист Андреев играл об этом, так силе ему показали. Он ломит все силы. Такой огромный был артист. А потом показали, как? Он такую выработку стал давать. Каждое движение нужно вымерять в своей жизни. Почему побеждает там Федор, считай, Мемельяненко и другие? Почему? Потому что каждое движение вымерено. Там показывает какого-то китайского, который делает такое, даже фото не успеет заснять-то. Вот с такой скоростью бьет. Ну вот ты бьешь, вот он лежит. Вот, пожалуйста, ударил раз, выше, выше. А каждый раз, зачем ты по мочевому пузырю бьешься? Гимнастику делаешь. Объясни мне, зачем? Я вот издалека вот иду оттуда и вижу, ты каждый раз ударишь, теперь сюда и туда движение, чтобы вернуть на прежнее положение. Далеко надо, так ты ближе поставил, это не ответ. Вот оно, поднял кверху. Не поднять кверху, значит не ударить. Не опустить книзу, значит не раздробить. Значит два движения остается, без которых невозможно вручную утрамбовать землю. Невозможно. Два движения. Зачем делать из них вот? Ударил к себе, от себя три, поднять четыре. В два раза, минимум в два раза. Так это в два раза силы больше тратится. На себя потом я вверх, а потом бью. Ну вверх, а ты приводишь, опять же возвращаешь в это положение. Ну уже в воздухе. Ну неправильно я делаю. Почему ты это делаешь? Я каждый раз тебя на этом хватаю. Неправильно ты делаешь. Ну ты же уже второй, у тебя хорошо получается. Сильный парень. Ну какой там сильный-то? Ну ноги-то носишь. И вот я посмотрел, неправильно. А почему ты делаешь это неправильно? Кто тебя учил? Где-то видел ты, чтобы так делали. Ударил по мочевому пузырю, брякнул, поднял опять. Ну один-два раза. Но это все время, целый день. И целый день ты сколько раз? У тебя там может быть уже каша какая-то пузырета, а ты его долбишь и долбишь. Я не дотрагусь, я не бью. Меня всегда вот это смущает. Ответа никакого нет. Я не верю, чтобы Богу было это угодно. К нам приехал как-то Николай Нестерович Молчанов. Он из Баптистов. Отец генерал у него был. Он сам отбывал в вузах лет десять. И он вот православным стал в Покровском соборе Алтайского края, Барнаул. Вышел и говорит. А у него ноги не было. Там взрывные работы вели. Ну и скрыли плохо, когда взрывали. Это и камнем ударило, и ногу ему оторвало. Это между делом. Я гляжу вот на этих людей. Или Бог набрал в православии одних дураков, или никогда он их не избирал. Все на выворот как-то. Идет богослужение, какие-то свечи, гремят монеты, по плечу колотят. Я не оборачиваюсь, что тут? Баптисты пришли, свечи наши не берут. Ошалелый народ-то. И это еще как-то можно объяснить. И самое главное-то, видя вот это безобразие, самого безобразного, избирает в семинарию. У тебя нет ни одной работы, которую ты в Потеряевке делал, которую ты бы не избратил. Вот так вот. Ни одной. Нигде. Человеку-то невозможно таким быть умным, чтобы любую работу извратить. Вот ты в храме. К нам приехал митрополит Сергий Иванников. Позавчера. У нас престольный праздник. Народу мало. Батюшка тебе говорит, бери фонарь. Сейчас в деревне все разговаривают. А почему Никита фонарь нес так? Ты его нес вот так вот. Вот фонарь. Фонарь несешь. Ну так же не носят фонарь. Это понятно. Почему его не кверху ногами-то еще? Ну остановили вовремя-то. Ну а потом-то я правильно понес. Когда потом, когда подошли и сказали, что ты делаешь? Ну фонарь носит человек. Маленький школьник дадут ему. Он смотрит перед собою. И видел там, как вот один в поле воин Кузнецов. Он даже фуражку-то как? Он все время понос умерил, чтобы точно было, как у немца. Палец подставил. Это значит что-то или не значит? Какие-то нормы, правила существуют. Говорит, советский шпион работал 15 лет в Америке или в Германии где-то и разоблачили. И как? Ну это анекдот уже. А он выходил, говорит, из туалета и ширинку при всех застегивал. Это никто не делает. Когда Гришке Мелехов и Тихий Донс сказали, а он уже генералом был. Ну какой ты генерал-то? Тут дамы находятся, а ты вышел, ширинку застегиваешь при них. А что я должен, может, расстегнутый быть? Да почему с расстегнутой? Ты там, где был-то, там у писсуара-то у этого застегнул бы, он не понимает, чего от него хотят. Чего вы привязываетесь? Я уже пописал. Отстаньте вы. Уж смотрят, зачем мне надо. Я без вас разберусь со своими штанами. Ну это правильно. Ты разберешься. Ну, этикет существует. А тут норма. Я почему обращаюсь к тебе? Потому что я с тобой рядом. Я работал Алтай Трансстрой. Это мои поезда, это линии, это дороги. Мне все эти работы известны. Я профессиональный строитель, но работал на самом низу. Мне прорабом дали только до армии работать. А когда я уверовал, меня затерли. Понимаешь, нет? Я работал после этого печником, плотником, бетонщиком, стекольщиком. Ну, все работы делаю там. Кровельщик. Я хоть куда? Потому что я учился на это дело. И у меня в тресте была выработка на первом месте. Все время 280-300 процентов. Мне интересно это рассказывать тебе. Ну, у тебя даже 20 процентов нету выработки. Ты всякий... А почему ты еще дополнительного так не делал-то? В гимнастике это сгодилось. Ольга Корбут бы она додумалась до этого. Сделала такое упражнение. Получила премию. И запретили в пределах такие упражнения. Они опасны для жизни. Это я только узнал об одном таком упражнении. Ольга Корбут. Понимаешь, нет? Что такое 280-300? Это означает, я работаю за трех крепких мужиков. Это, конечно, в тресте, трест. Навело людей на мысль. Закрывать наряд. Там что-то неправильно ты делаешь. А бригадир Сергей Кобзев, коммунист. Очень хороший коммунист. Редкий случай, когда коммунист за меня заступался. Когда мне премиальные вычеркнули, что баптистам давать здесь. А я не баптист, православный, а им разницы нету. А он говорит, ну вы ему не дали. А кому дали? А вот сидит в наколках кассир вся. Она уже два раза сидела. Потому что она вам угождает. Вы дайте мне шесть баптистов таких-то. И эту бригаду в 20 человек убирайте. Понятно? Он заменяет мною трех человек. А как я делаю? Они прислали хронометраж делать. Она села и сидит. Я к вам постнул посмотреть, как вы работаете. А что, работаю, работаю. Она за каждым шагом следит. Посмотреть, где я выгадываю время. Она смотрит. Так, поскольку по одной доске закладывают. Прибивать. Ее прижимать надо. Притягивать там разными-то. Она пришла ко мне. Она смотрит. Я накладываю доски. Между ними щель. А я их ужму. Я заложил 11 досок. А как вы будете их сжимать? А теперь смотри, как я укрепляю другой доской. Что здесь у меня приспособление сделал. Вставляю доски, подколачиваю. Там подколотил так на три. На три прижима здесь. Все. Она смотрит. Теперь крайнюю доску приколачиваю. А остальные уже готовы здесь. Все антисептированы. А они им лукавят. Не мажут антисептиком. Им придется все полы вскрывать пять этажей. У меня комиссия ни одной доски не нашла не антисептированной. Мне это интересно. Мне не премиальные не дают. Меня везде вычеркивают. Но я работаю. У меня детский лагерь. Мне надо ехать туда. Я бригадиру говорю. Запишите мне в два раза меньше. На неделю. Я в неделю работаю. 300%. Записываю 150. На другую неделю. Мне надо ехать в детский лагерь. Хорошо. Он так сделал. В бригаде узнали. Забунтовали. Я тут на работе не было недели. А вы ему ставите. Хорошо. У нас по бригаде 102%. А у него на две недели 150. Я его отдельно выделю. Отдельный наряд. Ну ладно тогда. Пускай так. Потому что мои-то 150 за две недели. Они же растягиваются на них. Приятно говорить. Это я. Три грыжи. В позвоночнике они отвечают за мои слова. Нет той работы, где бы я не стал думать. Бетонные работы. Мы ставим бетонные основания для станков. И там нужно делать отверстия. Они маленечко на кону сделают шансы. И вытягивать, когда начинают. А раньше не вытащишь. Они там деревяшки стоят. А потом их вытягивать. Они не вытягиваются. Бетон мокрый. Он разбух. Они начинают качать. В этом, который заложили основание. Трещины. Претензии от заказчика. Начинают долбить. Заново это делать. Я посмотрел, подошел к бригадирую и говорю. Вы мне эту работу доверите? Так у вас же другой объект. Ну, какой другой? Это рядом тут. Там 200 метров. Я вам это сделаю работу. Но только вы мне запишите полный рабочий день. Так они сколько троят? Они вынимают вот это делают. Два человека. А я один. И вы мне запишите. На одного две рабочие смены. Хорошо. Утром приходит, блестит. Все вынуто. Гладко. Ни одной трещины. А как? Да ничего ума не надо никакого. Я подошел, кто это делает, вставляет. Я подошел, нашел там обрывки толи. И между ними заломил и заложил туда. Вставляйте в них. Они вставляют. Теперь они, когда вибратором подгоняют, она плотно обжимает. Теперь я остался один. Я сделал небольшой рычаг. Их поднимаю. Постукиваю так вот. Чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть. Приподнял. Она теперь на конус идет. А туда будут крюки вставлять, на которых резьба и станок будет переворачиваться. Ты понял, о чем есть? А что такое толи? Что такое толи? Толь. Ну, рубероид. Рубероид. Он приходит, осмотрел. А сколько вы время потратили? А вам зачем знать сколько? Мы договорились. Он мне пишет. А я потратил там не больше двух часов. И никому не сказал. Два часа. Почему? Ну, два часа я бегал. С одного где станок, в другой конец. Везде. Маленько подтяну кверху на сантиметр. Опять дальше. Следующий. Тут я уже метался как надо. За тобой никого не поставят. Никакой хронометр не будет. Ты вот ударил. Дальше. Ударил. Дальше. Любую работу, которую ты делаешь, ты должен делать так, чтобы интересно было. Как мы считаем в рассказе. У барина где-то дорога шла и огромный валун. Там может быть тонн 30. Не сдвинешь. Крестьяне говорят, я могу это сделать. В течение одной недели я уберу камень. И как ты уберешь? Это мое дело. Ты мне корову дашь? У него ребятишек много. Хорошо. Вам камень увезут с этого места? Или можно оставить здесь, чтобы его не было, и никто его не видел? Прямо на месте. А как ты на месте сделаешь? Я спрашиваю. Уносить его куда-то? А куда уносить-то? У меня везде не надо. Ну, сделай так, чтобы он нигде у меня больше не было. Видно его. Хорошо. Второй вариант берем. Он начинает копать под ним. Яму. Выкопал яму. Столкнул его туда. Заравнял. Нигде нет. В яме. Подкопал под него. А дальше-то. Которые края держат. Он давает лопатой там чем? Лобиком. И камень-то ухнул туда с избытком. А у нас сверху еще там полметра. Вот за неделю-то все и сделал. А если бы сказал убирать. Под ним подкопал. Травишки. А потом плескать. Раз, два, три. Наконец появляется трещина. Есть такой фильм. Кукушка. Как он это все делал. Зажжет. Потом без фляжки прикованный был. Снайпер. Понял? То есть везде-везде. Нужно маленько, кажется, думать, шурупить. Видя вот это вот все. Тебя зовут священника. Я батюшке сказал. Он говорит. Именно такие они не нужны. Чтобы совершенно не думали. Не понимали ничего. И тебя уважать будут. У тебя видят все благостные. Я тебе не говорю это для того, чтобы по-другому. Вот мы вчера начали вот это копать. Вот смотри. Замелье. Это пойдет сюда вода. Оттуда весной хмирит вода. Вот. Два. Ровно три метра. Я ходил четыре. Это такой стоп будет. А какая глубина будет? Ну, покажем. Там пень маленечко повыше. Я, Виктор, сейчас пошел. Договорился, он его спит. Он уезжает сегодня в Паяне. Там что-то визовой центр. Сегодня в одиннадцать санэпидемстанция по терятку приезжает. Попутно говорю. Пришел домой доски рассчитывать. Доски. Дорогой лес. А забетонировать мы не можем. У нас силы нет. Ни цемент подвезти. Арматуру нарезали. Цемент. Надо песок. Надо щебет. Ничего нет. Бетонную мешалку не могут подвезти сюда. Мы двое. Я-то не работник. Сел я рассчитывать доски. Доски пятерка. Заплатили уже сорок тысяч. Тысяч за доски. Я пришел тебе и говорю. Никита. Ты сколько классов кончил? Я спрашиваю. Десять. Десять. Какие у тебя отметки по математике были? Тройки, четверки. Тройка это уже государственная отметка. А четверка это уже похвально. Замечательно. Я тебе дал задание. Доски толщиной 5 сантиметров и толщиной 4. Два расчета сделать. Ширина доски 15 сантиметров. Ты это все записываешь. Записал? Да. Длина 6 метров. Повторяю. Толщина 4 и 5. Два расчета надо сделать. Толщина, ширина доски 15 и длина 6 метров. Сколько досок в одном кубометре нам ехать получать? Он должен точно знать. Остальные размеры мы замерили. А сколько досок в кубометре? И я тебе дал сколько в одной доске. Объем одной доски. Объем. Ну а потом разделить и умножить там уже в кубометре. Это уже легко. Ты прям минутки прошли что-то. Начал там из твоей калькулятора. И уже даешь. Я говорю не торопись. Ошибки не может быть. Тебя посылаем туда в шарщину. Ты поедешь получать. Ты должен этот расчет представить исполнителю работ. Кто там? Лесопильный завод. Ты немного пойдешь еще. Я опять говорю, Никитушка, пожалуйста, утром. Утром сегодня был разговор? Был. Я говорю, только не торопись. Это непоправимая ошибка будет. Тебе ехать туда, чтобы оттуда тебя не увезли в дом, где решетка и где желтые окна. Еще раз говорю. Еще, еще пять раз. Я специально запомнил. Так, нет? Так. Так. Ты выдаешь. Сколько ты насчитал досок в кубометре? Ну, 360. 360 досок. Ну, кто бы исполнил. Я говорю, я посылаю тебя. Нам 6 кубометров. А 6 кубометров, а 6 кубометров, а 6 кубометров, а 6 кубометров, а 6 кубометров. Ну, то есть, 2 тысячи досок. Это вообще я тут всех. Ну, пересчитай еще раз. Ну, понимаешь или нет, это ты завалил меня лесом. Я не знаю, куда его девать теперь. Володю спрашиваю. Володя, ты сколько классов кончил? Восемь. Какие отметки по математике? Тройки. Тройки. Володя, тоже давай считай отдельно. Мне нужно сейчас пойти данные. А данные у меня в кармане. Я с утра посчитал. Как тебе посылать? Тут ничего. Вот сейчас слушает там Дудин какой-нибудь. И он уже дудит, бухтит, сидит. Попы тебе надо. А ты, говорит, трем свиньям корм не разделишь. Я тебя 5 раз убеждаю, сидим за столом в теплом месте на кухне. Ладно, Никита, к делу-то не относятся. Садись скорее. Пообедаем, пойдем на работу. Так было? Так. Ну, люди-то, которые за тебя заступаются, они никто. Человек, который что-то понимает, он захоется. Это что? Да где он жил-то? 26 лет, совершенно ничего не умеет делать. Да что же это такое? Да почему ими никто не занимался? Занимаюсь я впервые. Я тебе сказал, просто так ты не уедешь. Ты уедешь от меня только к Дудину, Сергею, священнику из Северской, Томской епархии. И будешь священником. Или ты останешься здесь, будешь человеком. Ты заметил разницу? Священник и человек. Я разделяю. Потому что Господь их так назвал. Павел так назвал. Лютые волки. Нищидящие стадо. Самое безжалостное сословие это священство. Он мимо прошел. Не осталось. Диакон еще полюбопытничал. Не все в нем человеческое замерло. Подошел, посмотрел. Но ему же надо карьеру пробивать. Вперед опять пошел. Вот сегодня у нас ножовка. Вот эта вот знаменитая ножовка. Она режет как просто бритва. Ну у нее ручка отломилась. Мы тут перепутали. Но вы покупать некогда. Каждый раз уходим, инструмент где-то мы прячем. Я каждый раз говорю, перепрятывай, выберите оттуда все. И где спрятал, другим скажи. Ты можешь ночью умереть, и никто не найдет. Я говорю это постоянно. Володя у меня. Я ему говорю, Володя, у меня воздействие деньги за это. Это здесь-то. Призову его, покажу. Володя, здесь вот где-то. Батюшки накажу. Если я умру, чтобы знали, где взять. Эти деньги у меня отсчитаны вот на это, на это, на это. Сегодня могут песок привезти или завтра. Мне должно быть заготовлено 40 тысяч. Если они выполнят везде, 60 тысяч песок только снимет. Володя видел вчера, когда уезжал местный бульдозер, на бульдозере, Сашенко Алексей Александрович, и приехал его начальник Валерий. Я тому и другому подарил трехтомник, для слова Божия, Нового Завета, столкование Блаженного Фефилакта, моими комментариями, иллюстрациями Густава Даре Цветными. Для слова Божия нету, с четвертой. И к истинному православию. Ты бы увидел, как он уходил. Мы помолились вместе. Он приехал вчера, вот еще три раза проехал. Это уже все. Он уже уезжает. Но я говорю, еще тут маленько ямку заметил. Да какой разговор, да я. То есть, они расположены были? Да. Это видно было по всему. И у Надежды Васильевны там заросшие клёны, мертвое пространство. И он все очистил. И ты там был? Был. Был. Она говорит, бахщи можно садить? Можно. Землю плодородную там где-то содрало. Она тут рядом в кучу. Бери ее, растаскивай и все. И вот эту ножовку. Утром я говорю, а где ножовка? Я ее не вижу. Вчера здесь она, ты говоришь, нету. А где? Еще дальше. Почему ты молчал, где ножовка? Вот это вот ножовка. И никому дела нет. А никого нет. Сергей уехал. Так Сергей пользовался. Тебе запрещено ей пользоваться. Запрещено. Ты сломаешь сразу ее. К чему ты прикасаешься, все ломается почему-то. Ломается просто в дребезги. Володя, кто последний работал? Он начал припоминать там, там, там. Ну где она может быть? Теперь вот ты последний раз пильнул, отошел. Куда ты ее дел? Где ее нашли? Ты пошел, я вчера пошел сам, обошел вот этот пруд. Заглянул, все заначки куда-нибудь. Нигде нету. На, подержи. Я объясню, я делал эти, под шламбаун рогатулины, чтобы она не провисала. Да, чтобы дышать с красными тряпками. Я сделал. Потом вы сказали, после обеда зайти к Нине Васильевне, сделать у нее, это там, забор открыть. Чтобы пни убрать. Да, пни убрать. Она отказалась? Она отказалась, да. Я говорю, тогда братья, я пойду, говорю, хлеб стряпать. А вы, говорю, там на кольцах оставайтесь. Все. А инструменты я здесь, возле них, рядом оставил. А оказывается, Сергей взял и принес на вещевой и поставил на вещевом. Зачем же вещевой? Там никогда инструмент мы не идем. Он должен был на кухню занести, а он на вещевой поставил. На кухню. Занести на скворящее к нам. То есть место, где инструмент лежит-то. На вещевом нет никакого инструмента. Зачем Сергей это сделал? Не знаю. И вы бы его не нашли, если бы я сегодня не долбил. Сегодня к работе не приступайте, пока не найдете ножовку. Я тебе сказал, ломика два брали. Почему один ломик остался? Куда второй дели? Ты побежал, сразу нашел его и говоришь, а мы его раньше принесли, мне не сказали. Так? Да. Так. Теперь ты эту ножовку нашел? Да. Она бы лежала там. Летом большие ножницы у нас потерялись, подстригать там детей. Потерялись, все обыскали. Детей всех нигде нет. И нашли уже после закрытия лагеря. Где? А, в мешке завернутых, хорошо так. В мешке? В пакете и с мешками. С мешками вместе где? На вещевом? Да, на вещевом. Это искусственно нельзя даже придумать. Ножницы, которые лежат на кухне, на полочке. Подошел, взял, это надо их завернуть, унести в мешок, унести на вещевой. А в мешок никто не заглянет, там у нас сотня мешков. Ну кто это все так делает? Кто-то же заставляет это людей делать-то? А мы все сбились. Я говорю, найдите. И так и не нашли. Пришлось, чем попало пользоваться. Так было? Да. Я случайно нашел тут. Случайно нашел. И это туда же идет. Но я не могу на каждом шагу стоять, вам говорить, вот так не так, так не так. Вот сегодня, вчера мы начали вот это вот долбить. Вот вовремя. Сделал расчеты эти. Досок не хватает. Я уменьшил тогда, кое-где двойная будет доска. С пятерки перейти на сороковку. На сороковку. С четыре, пять кубометров сороковки, один кубометр пятерки будет. Отдельный брусок. И поэтому вот это вот у нас три метра придет. Три метра с половиной здесь. Да? Мы вчера намерили. Да, да. Значит, по 25 сантиметров уменьшить сток воды. Почему? Потому что будет три. Шестиметровый могу пополам перерубить. Получается две доски у меня, которые здесь будут воду удерживать. Я расчеты эти веду. Потому что сказали, на следующей неделе наш заказ уже выполнит. Но надо было в Вылково заказать. Там выбора, говорит, больше. Я говорю, да ладно, найдете там. Едут. Побежал сегодня к Алешу Устинову. А где Кирилл? Кирилл ездил несколько раз. Уполнял наши поручения. Там батюшкины. Ему заплатили за это или нет? А где он? А он работает на севере, там, на добыче нефти или что-то такое. Ну, на нефтепромыслах. Он уехал. Уехал, а я и не знал. Его сегодня уже нет потерявки. Ну, ему заплатили, тот, который вора задержал. Заплатили или нет? Заплатили. Батюшка никого не отпустит, кто должен. За всех заплатит. Вот надо делать, как наш батюшка. Он разузнал и тут же все заплатил. А я пришел с деньгами заплатить, сколько там, а его уже где нет. Ну, слава Богу, он поехал довольный-довольный, больше ничего не надо. Ты понял, Никита? Научитесь жить перед Богом. Все, что ты делаешь перед Христом. Как для Христа делай. Вот мы здесь толкемся, никто нас не видит. Время тратим. На этой работе поработай. Увидишь. Через полчаса руки гудят просто. Так, начинаем работать. Вот сегодня такое утро, 18 сентября. И сколько у нас здесь? А тебе, самосвалы, эти, как Камазы, на асфальте сегодня работают. Ну, убедите хоть один привезти. Посмотреть, какой у них товар, песок. А потом попрошу, чтобы они колесами хоть маленько удавили. Договорился вчера с этим скрепером, как называют его этот? Грейдер. Грейдер. Вот. Ну, грейдерист, работает на поле. Как-то первый дождик, так, говорит, вам дадим его. А я говорю, а когда дождик будет, что он будет делать-то? Ну, песок по песку тогда. А потом еще один раз. Сейчас надо было разгладить. Потом после насыпки песка, потом крупного. Четыре раза грейдер должен приходить. А с чего войдется? Ну, ладно, знакомые, может, как-то договоримся подешевле. Взяли сделать дорогу. Но это не игрушка, не государственная организация. А-то миллионы должны быть. Приступаем к работе. Все. 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 Взяли.